Рано или поздно все, кто начинают работать с Docker, осознают, что постоянно использовать портянки команд или запускать несколько контейнеров каждой отдельной командой, это, мягко скажем, не очень удобно. Однако умные дяди в толстенных очках уже давно придумали, как данную процедуру можно оптимизировать. И сегодня я раскрою секрет, как именно это сделать. ZIP-файл, мамкины хацкеры! С вами Денчик, и я тот самый сын подруги вашей мамули, который реально шарит за технологией. В рамках текущего видео мы с вами снова коснемся докера. Поговорим о возможностях Docker Compose, а также механизмах безопасности на примере Namespaces и Cgroups. Разберем принципы многоконтейнерной сборки, узнаем, какой программный интерфейс и файлы позволяют реализовать эту самую сборку, а также попробуем сделать это на практике. Ну и, конечно, изучим механизмы безопасности и поймем, как же они могут помочь нам в процессе работы и в вопросах защиты контейнеров. Короче, нынче вас ждет прямо-таки фейерверк из полезнейшей душноты. Поэтому не будем терять ни минуты, устраивайтесь поудобнее и погнали учиться! Любой процесс изучения возможностей Docker — это в первую очередь, конечно же, практика. И лучшей базы для практики, чем сервис Sprintbox, я пока не встречал. Его отличие от обычного хостинга в том, что тут ресурсы не распределяются между всеми аккаунтами на сервере. Каждому пользователю выделяется собственный набор вычислительных мощностей. Благодаря этому вы не будете зависеть от соседей по серверу и сможете делать со своими боксами буквально что захотите. Так что если вы вознамерились создать какой-то сложный проект, для которого возможностей обычного хостинга недостаточно, боксы — это хорошая альтернатива. Помимо прочего, на сервисе можно настроить резервное копирование и снапшоты, подключаться к серверам по SSH и FTP, а также добавить к ним дополнительное хранилище ёмкостью аж до 1 терабайта. Ну и само собой никто не мешает поиграться с настройками фаервола и подключить защиту от внешних додос-атак. Короче, для сетевой практики это прямо мастхев. Можно деплоить ботов для телеграммы, ВК и Дискорда, накатывать готовые дистрибутивы или ставить свои собственные сборки осей. Можно поднять сервер Майнкрафт для заруб с корешами. Тут принцип как в Лего. Вы ограничены исключительно умениями и рамками вашей фантазии. Ну и само собой тут есть дистрибутив с докером, поднять который не составит труда даже для тех, кто только-только начинает свой путь в IT. А управлять созданными боксами можно через удобную панель управления или в телеграм-боте. Он может вывести нужную вам информацию, перезапустить бокс и даже создать новый буквально в несколько кликов. Если вдруг тупанёте и не сможете разобраться, вам на помощь придёт техподдержка. Там ребята всегда на связи и днём и ночью. Кроме того, есть обширная база знаний, в которой есть масса полезных статей. В общем, если хотите изучать системы и сети не только в теории, а действительно погрузиться в эту историю с головой, welcome! Ссылка на КВМ ВДС от Спинбокс будет в описании. Там же будет мой фирменный промокод, по которому ещё и 50% на кэшбэк получите. Короче, переходите скорее и регайтесь, не пожалеете. Команда интерфейса Docker Compose позволяет запускать мультиконтейнерные приложения. Это когда несколько контейнеров запускается в одной команде Docker Compose Build. Для того, чтобы записать файлик с расширением Docker Compose, используется расширение YAML. То есть вам необходимо создать данный файл и указать все необходимые перемены для его запуска. Тут важно обратить внимание на синтаксис. Указать все необходимые отступы, сервисы, которые планируем поднимать, их версии и переменные. InWired, PortBinding и Volume, если потребуется. Для того, чтобы запустить файл Docker Compose, его нужно расположить вместе с готовой конфигурацией в нужной папке. Перейдя в нее и прописав команду Docker Compose Up, Docker поднимет все содержимое в работоспособное состояние. Используя команду Docker Compose Down, можно остановить все сервисы, которые были запущены в рамках этого Docker файла. Дополнительную информацию о программном интерфейсе Docker Compose можно найти на офсайте. Там все максимально фрейнли, не считая того, что требуется минимальное знание технического английского. Так что, если еще не качнулись и скилл, это, как говорится, отличный повод. Как я уже говорил в начале нашего выпуска, помимо Docker Compose, существуют также ключевые технологии, которые позволяют управлять контейнерами на базе механизмов ядра Linux. Речь идет о технологиях namespaces и control groups. Первый позволяет контейнеру функционировать, находясь как бы в изолированной среде. То есть, в данном случае, у контейнера имеются свои процесс ID. Это можно посмотреть утилиты PS. На слайде видно, что все процессы ID внутри контейнера начинаются с первого. Это наглядно показывает, что среда изолирована. Помимо этого, у контейнера есть свои user ID, mount и даже сетевые интерфейсы, которые он считает реальными. Практически, контейнер считает себя изолированной копией ресурса операционной системы. Для того, чтобы посмотреть информацию о namespace, в Linux нужно перейти утилитой MAN на соответствующую вкладку. Для этого применяют команду MAN namespaces. У MAN-ки, кстати, есть русифицированная версия. Для тех, кто прямо не в зуб ногой, но очень хочет войти в IT, не здороваясь. Все процессы внутри контейнера, по его мнению, порождаются самостоятельно и ни в коем образом не относятся к хостовой операционной системе. Так, если вы запустите контейнер и пропишите команды, указанные на слайде, то сможете лучше понять, как это дело устроено и работает. Ну и обязательно поиграйтесь с утилит КПС, чтобы увидеть все ID-шники процесса внутри контейнера. Ключевыми namespaces в Linux являются идентификаторы процессов, пользователей, сетевые устройства и mount. Благодаря данным настройкам мы можем разделять и изолировать ресурсы в рамках нашей организации. То есть в рамках определенного namespace наш контейнер помещается в некое изолированное окружение, где будет функционировать со своим процесс-айди, юзер-айди, интерфейсами и файловой системой. Помимо прочего, существует механизм Control Groups, позволяющий устанавливать ограничения на ресурсы в рамках некой иерархичной структуры, подобной Linux. Мы можем указать ограничения в процессе запуска какого-либо контейнера или в файле Docker Compose. Например, ограничение по memory, CPU. Это позволяет грамотно изолировать ресурсы, нивелируя возможность отказа сервиса. То есть если на контейнер будет производиться атака извне, мы сможем, ограничивая ресурсы, не положить основной хост, на котором будут запущены наши контейнеры. Этот механизм позволяет подтянуть вопрос безопасности. Также существуют стандарты, реализуемые для Docker, которые описаны в CIS-бенчмарк. Основные вопросы IB будут связаны с распределением ресурсов, организацией изоляции и назначением привилегий внутри образа. Окей, друзья. В рамках сегодняшнего урока мы с вами познакомились с таким понятием, как многоконтейнерная сборка на примере Docker Compose, а также узнали о возможностях данного программного интерфейса и изучили его на практике. Помимо этого рассмотрели такие популярные механизмы ядра Linux, как Namespaces и Control Groups, а также узнали об их применении в области безопасности. А если вы хотите стать реальным асом в области информационной безопасности, то рекомендую сразу после просмотра заглянуть в мою авторскую онлайн-академию на курс «Информационная безопасность с нуля до джуна». Там очень много полезной практики и домашних заданий, каждый из которых проверяю я лично. Теоретическая часть курса доступна бесплатно, так что вы можете приступить к ее изучению прямо сейчас. Ну а тех, кому нужна именно практика по IB, жду, как говорится, в рядах инфосекского фронта. Рекомендую не тупить и пользоваться возможностью, пока еще не ушел на повышение и окончательно не забил на учебную деятельность в интернете. Готов поделиться своими знаниями с теми, кому это действительно нужно. Может и ты в их числе? Как считаешь? Я ухожу работать в айти Там платят денег нахуя Наконец богатым стану я Еще и в офисе Бесплатное печенье Я всегда мечтал жить на поле